Вместе со мной на проводе Гатхант, Гатхант, что ждём от этой карты? Что ждём от этой карты? Сэфа, фёрст пиком, ГГВП, Клауд Найн, поздравляю! Я вот всё жду. На самом деле, вы, если обратите внимание на пики, вы увидите некое сходство. Отличие только в том, что Шадоу Финт в лице Мэйби, наверное, сказал, да вы упыри, у меня не было ни сейва, ни чё, и поэтому мы заберём нет назло. Теперь у меня есть подсейв в виде грейва, и меня так просто не обоссут. Ну что ж, обоссут, считаешь? Да, я думаю, что обоссут, причём дазл поселится в медле, будет делать стаки и так далее, из-за этого просядет где-то другой лейн, что можно взять сейчас какую-то агрессивную даблу или триплу и задавить нафиг, потому что темпларке помощь в медле практически не нужна. Очень интересный факт, LGD вторую карту подряд выбирают в сторону, вторую карту подряд берут Дайр и берут Сэфа, хотя мы знаем, что Сэфа обычно предпочитают брать на Радиент в сторону, там как бы удобнее стаки фармить. Там ты буквально на несколько секунд уходишь с линии и можешь забрать там трипл стак и так далее и тому подобное. По банам ситуация такая же, как мы видели в прошлой игре, у нас Undying, Doom и Darkseer в первой фазе отлетели, пики, мы видим, Таск и Templar Assassin возвращаются в руки Cloud9, LGD Gaming вот берут того же Сэфа, о чём ты уже сказал. Бруду в прошлый раз банили LGD, теперь забанили Клауда против себя. А Гирокоптер первый раз у нас за три игры оказывается в бане. Вот такая вот ситуация. Ну да, кстати, причём четвёртым баном, не стали его сразу забирать. На самом деле, Клауд9 могут спокойно взять сейчас какого-то Джиггернаута себе, и он ничуть не хуже зайдёт, чем этот Гирокоптер. Спокойно с Хилингвардом, через Omni Slash, по минус армору-то. Сладненько пойдёт. Может, правда, LGD его первой заберут? Ну что ж, мы сейчас это очень уже скоро увидим. В резерв, кстати, очень капитально залазит LGD достаточно рано в пике, посмотри. Цена идёт по накатанной, они такие, у нас вроде это сработало, давайте продолжать, собственно. А вот LGD над каждым своим решением думают капитально. Бистпастер снова. Абсолютно схожий пик. Клауд9 не собираются ничего менять. Они просто берут то, чем только они сейчас выиграли. И у них это получится. Я так подозреваю, если LGD что-то не придумает. Клок, опять же, клок для Ротикея. Ну, не особо огромный пул героев. Ну, клок — это его сигнатурочка, на которой он умеет стоять в предыдущей катке. Он как раз-таки стоял один на один с бистмастером. Сделал всё топ-1 криптат, но на подсейвах Shadowfind'ов всё слил. Бистмастер — ещё раз. Клокверк — ещё раз. Не знаю. Хочется сказать, такое мы уже видели. Давайте нам что-то новенькое. Ну, LGD, наверное, считаю, что они сейчас переиграют. Ну, им откровенно не хватило ещё одного кура в прошлой игре. Не уже говоря о том, сколько раз там Мэйби на SF и отъезжал. И как бесполезно выглядел Сайлор на своей квапе. Да, какие-то там фраги он делал, но что из этого получалось? Visage! Вот так вот. Визаж, что, и дрока появится? Ну, визаж будет через медаль. Есть минус армор от SF, есть минус армор от Dazzle, есть медалька у визажа. Можно соло-таргеты быстро выносить. На самом деле, в бане нет с лордарой. Может появиться лордар. Я, правда, не знаю, насколько активно его используют азиатские регионы, но, по-моему, играют. Если не ошибаюсь, я смотрю в Вичи Гейминг. Они очень круто играли через Тинни и с лордаром. Поэтому я так подозреваю, что используют. Ну, дровку они вряд ли возьмут здесь, и мы элементарно ее могут еще забанить, если Ценайн и компания решают, что, собственно, это им поможет как-то. Тяжело, тяжело придется здесь LGD, если снова точно так же будут контролить SF в МИДе парни из Америки, то, ну, играть фактически там в одного главного кора, райт-клик кора, которого загнобят в самом начале, это мы уже видели, чем это заканчивается. Не знаю, что следует взять в Cloud9. Есть мастер инициатор есть, туск есть. Нужен какой-то саппорт неплохой, который будет на роли побегушек. Леон какой-то. Ну, его на ней не особо часто юзают. Чего-то я сегодня чихаю целый день. Да, ничего страшного, бывает такое. Чихай на здоровье. Чихай на здоровье. Спасибо. Ну и что, 15 секунд. Ну, в принципе, я пока что к лаудам, знаешь, хочется отдать, отдать энергию, потому что они смотрятся сильнее по пику, опять-таки. Правда, у них узкое место. У них как бы 4 милищника. Та, считай, мили с ее торренджом. Фактически, если в LGD получается взять какую-то фиксацию, проблема в том, что эту фиксацию они уже особо не возьмут. Клокверк... Два суппорта есть, один корр есть, клокверк на оффлейн есть. Они уже никакого там, знаешь, арбуза не возьмут, ничего еще мега интересного не появится. У них остался слот один для их сейфлейн-кора. Или что-то на триплу с дазлом визажом в агрессивную линию. При этом надо брать какой-то бёрст, потому что бёрста здесь нет. И алхимика как-то вырубить моментально не получится. И в итоге им очень нужен сейчас самим какой-то джиггернаут, который сомнислеша может вырубить. Забанили Ликантропа, чтобы не было какого-то пуша под хаулем и птичками. И сносили вышки. Выбор, конечно, интересный. Там еще минус армор сыграл бы очень здорово. Поэтому я думаю, что клауд, наверное, неплохо угадали с баном. Смотри, что может появиться? Может появиться Верка, может появиться джиггернаут. Эмбер Спирит. А, нет. Эмбер Спирит. Скоро появился на глубокий лейт. Вопрос, как до этого глубокого лейта дотянуть. Здесь должен появиться сейчас какой-то саппорт, который может цеплять Эмбера. Вот, сужели он, мне нравится очень. Потому что он с даггером спокойно запрыгивает, цепляет. Ну, либо Сайлансер какой-то. Посмотрим. В любом случае, на самом деле, Эмбер Спирит против кучи милишников смотрится неплохо. И кливом демок, в смысле, большой. Ну, вот, да. Читаю, пацанов. Ну, тут вариантов просто немного. Ты Эмбера больше ничем не законтришь особо. Опять же, он против Даззла хорошо смотрится. Из-за того, что под атаку нажимаешь никаких граевов, подхилов не будет. Это когда золотая бедолага, он не соберется. Какие-то Еулы, БКБ и так далее никогда до этого не доберется. В итоге Сайлансер неплохо его контрит. Ну, что, ждем? Ждем, как разберутся. Мы видим, что, собственно, если ничего в плане свапов не случится у LGD, то теперь Сайлер берет СФ, а Мэйби играет на Эмбер Спирити. Ну, вот, решили-то, что СФу в медвей делать нечего. Ну, по крайней мере, Эмбер Спирит точно очень быстро сжигает темпларки все рефракшены. Но зачем ему это, если он все равно, там, ни с кем, ему из этого, знаешь, лайнапа, никто не придет, не поможет ее элементарно убить. Ну, последний, третий раз в этом Best of 3 представляем вам команды. Бракс повторяет свое шествие на Бестмастере. Также у нас Рицу еще раз на Телемпор Ассасине. МСС в этот раз на Алхимике. СВГ очередной раз у нас играет на Таске. Ну и последний пик это Сайлансер 1437, который вот уже стоит в Ордит. Ну да, ну и их противники LGD, эротики, и снова на Клоке. Мэйби будет играть на Эмбер Спирити, Сайлор, Шадоуфин, ДДС, Даззл и ММА играть на Визаджа. Но Мэйби все-таки будет стоять в медвее. Купил себе Пурмэншут, чтобы не так сильно пробивали. Куда пошел Химик? Химик идет на топ. У него 4 тангуса, у него много отхила. В идеале сейчас дать ему забрать баунти руну. Ну, она, конечно, нужнее Темпларке, но с учетом того, что АМУ прилетает пяти хатов второму сотня, пяти хат как-то выгоднее получить. Да, однозначно. Но смотри, МСС даже не идет на эту руну. Зря. Могли бы за нее побоевать. Могли бы, однозначно. Их здесь четверо, собственно, противник тем более сместился на бот. Противники ожидают, что МСС будет вот здесь, внизу на эту руну пытаться остырить. МСС же возвращается и все-таки заберет ее. Отдает рицу. Отдает все-таки Темпларке. Знаешь, я не совсем понимаю это решение. Это странно, на самом деле. Проще ему было бы забрать эту руну за пяти хат и купить Темпларке Боттл. Вот-вот. Было бы намного быстрее. То есть, ну, в теории, если хочешь сделать подарок. Ну, наверное, он думает, что через Асид Спрейму на оффлейне будет проще прапаться и что-то полосхитить. Ну, странный выбор. Все-таки вот эта первая подарочная руна алхимику, она не зря сделана. И все за нее и подраться готовы и так далее. Ладно, смотрим. Сайленсер в медле. Приходит Дазл суппортировать Мэйби. Мэйби прожимает Тайгвард. Пошел тут же под хилл. Очень больно сайленсеру. И он бегает. А он что-то непонятное делал. Это был какой-то мисклик. Он зашел аж, знаешь, за линию крипов. Он мог элементарно Мэйби с максимального рейнджа там наваливать. Не получалось. На топе у нас даблой стоят SVG и MSS. Это два миличника, но все равно Сайлору достаточно больно от них. И повторяется 1-1 Бракс против Ротикей. Вот на этих же героях, которых мы видели на прошлой карте. Ну да, так и есть. Кабанчик будет нон-стоп разминать Ротикей. Резать ему Move Speed, чтобы тот не добирался до всех крипов, до которых бы хотел. Да, смещает лейнг себе Бракс. Он может крипов танковать иногда, потому что у него 4 армора. В итоге здесь на топе становится трипла. Знает теперь темпларка о том, что под сейвы никакого за спиной у Мэйби нет. Можно где-то его харасить, агрессировать и так далее. Мэйби, понятное дело, пойдет в боттл. Как парка. Добря, этого здесь немного. Накидывается из сидспрей. Сэфу неприятно, но это пока еще на первых уровнях не тот дэмэдж, которого стоит прям моментально избегать. Периодический. И еще маленький. 15 все равно в секунду. Ну, там есть какие-то тангусы в кармане есть. Хотя он все тангусы уже почти пожрал. Когда очень рано Рицу выходит на вот эту вот руну, чекать ее. В итоге решает даже отсюда уйти и оставить ее SVG. В SVG, правда, боттла нет. Он просто ее забирает. На боте 1437 с контролем. Да. Так, Рицу, Мэйби поймал. Гонит немножко на... В принципе, на пенал очень даже ощутимо. Отпивается фласка. Сейчас главное ее в плеймгвард не сбросить. Как правильно получилось. Мэйби будут лишь орды. Есть орды. Отрезает. Ну, Текларка слишком далеко. Да и Даззл уже рядом. И есть Нью Грейв. Поэтому, наверное, Рицу и не пошел дальше в бой. Да, я только хотел сказать, что он что-то задержался сзади. Если они собирались быстро убить Мэйби, то ему надо было сразу же бежать. Они там пытаются крипов бить. Но, видимо, предполагали, что ДДС здесь, рядом и засейвит Эмбер Спирита в любом случае. Да, ну и МСС 2 уровня. Как-то Алхимику не очень хорошо. Ему, может быть, стоит постакать где-то в лесу, чтобы он хотя бы на 3-5 уровне через Эси Спрей пошел подфармился. Потому что пока он там стоит один, он ничего не фармит. Да, приходит сейчас сюда СВГ. Чувствует получше. Силар. Ну, разминов здесь никаких не будет. СВГ получит пару плюх по голове. И на этом все. Приезжает ботов к темпу арки. Теперь имеет смысл контролировать уроны и ходить за ними до конца. И на полпути разворачиваться. Да, пусть здесь сейчас будет ботов. Начало игры, опять-таки, смотрим на Крипстат. Топ-3 позиции занимают LGD. И если там Бракс идет наравне практически с Мэйби, и, ну, в любом случае, отстают немножко Клауда за счет МСС, за счет его низкого Крипстата. Все остальные коры идут достаточно ровно. Эмбер Спирит чуть-чуть опережает Ланаю. На самом деле, по денаям он опережает ее на очень многое. Вот, СФ наравне идет с Браксом приблизительно. Ну, быстрее здесь 6 уровень. Кто получит Клок пока идет. Припам чуть-чуть шустрей. Пять денаев против двух денаев. Видать, мастер где-то еще несколько Крипчиков пропустил. Так, МСС здесь может встрять. А, ну, в принципе, чем его тут зацепить? ДДС без Poison Touch. Других заведлений там тоже ММВ особо не может сделать. Да, и Сайлор слишком далеко. В итоге у нас уже 4,5 скорой минуты. И ни одного фрага на карте. Мэйби имеет Ботл-ботинок. Пока что больше ничего себе не принес. Да, в принципе, и не успел бы. Что, стычка на ботами будет? Тут просто Сайлансер с дабл-дэмэджем. Но пока Клока как-то зафиксировать на месте не получится. Ждать 6 уровень у Бракса. Дабл-дэмэдж за это время закончится. Тем более он уже через пару секунд пропадет. В итоге не получится. Убить Сайлансер просто поличил на много экспириенсов. Вот так Бестмастер проигрывает по уровню. Я понял. Клок уже апнул 6. Есть хукшот. У него также с собой есть манго. Поэтому можно провязать сделать куда-то ТП. Там кто-то ботлом разок напоит. И можно ворваться. Ему прилетел уже, на самом деле, его собственный ботл. И еще и Клэрити, который он тут же юзает. То есть он, в принципе, будет готов врываться. Вот уже скоро-скоро. Тем временем, Мэйби в миде продолжает фармить. Был бы впереди планеты всей. Только Рицу пошел тут немножко поубивал крипов в лесу. Также у него имеется еще дабл-стак на большом кемпе у себя. Ну, он фармит. Я думаю, подождет пока еще разок делают стак. На самом деле, Сайленсор ушел фармить. Поэтому нигде не помогает. Так, по МССу много дамажа. Ну, это ферст баттли. А ЛГТ, на самом деле, алхимик очень уязвим. То, о чем я говорил. Ему надо уйти в лес уже со вторым эсид спреем. Пусть это будет немного долго и геморно, но это быстрее, чем тут. Он ничего не получает. У него 15 крипов. Да, это вроде как неплохо для оффлейнера. Здесь выход, кстати, в спину вражескому мидеру. У Рицу могут быть проблемы. Если Клоу попадет хукшотом, сигналит, что спалили меби здесь. Ну, ночь Вижена элементарно не хватает. Вард там не достает. Аня, в принципе, должен был бы доставать. Но это же Клауда видели здесь разве что одного человека. А вот Вард ЛГД уже сюда не доставал. Соответственно, Клоу киркрываться не мог. Ну, что ж. 1437 по-прежнему пасет Бракса. Пытается его как-то оберегать. Мейби отталкивает снова от линии Рицу. СВД здесь готовится его страховать. Но в любом случае и дазл здесь тоже рядом. Никаких фрагов здесь не намечается. Очень-очень-очень тихая игра у нас в начале. Да, спокойно. Никто лишних каких-то агрессивных выпадов не делает. Неудивительно. Все-таки это решающая третья карта. Если во второй ЛГД могли где-то понаглеть. То, что у них есть в запасе одна катка. То сейчас в запасе ничего нет. Ну, а Клауд, наверное, не агрессирует. Потому что они в одном шаге от того самого камбэка. С 0-1 сделать 2-1 весьма трудно в доте. Но они могут. Ничего, к этому очень близки. ММВА и тем временем четвертого, уже скоро пятого левела. Он здесь фултайм находился, собственно, на отводах. Отсюда практически не выходил. На самом деле, крипов при этом добил достаточно мало. Ему здесь мешали. Имеет один килл. Вот, собственно, ФБ забрал именно он. И шестой левел, в принципе, не за горами. Потому что пятый вот он сейчас уже возьмет. Да, вот Бестмастер пока не может реализовать свой ультимейт. Это странно. Он уже получил почти седьмой уровень. Ему до даггера уже совсем чуть остается. Что немаловажно пять сотен каких-то фармить. Он решил, что сначала он не кратчик. Да, покупает стаф. Мэйби решает застилить стак. Он его, наверное, и застилит. Потому что никто не знает о том, что он здесь... Трапа была, он на трапе подсветился. То есть, в принципе, там... Ну, летает еще и ракета. Да, он с ракетами, да, он забирает всех и просто уйдет на Ремнета сейчас. Или даже пешком. Что, стычка будет? ММА. Видят, накричали, пошли топоры, подесит фрейм. Ой, как больно здесь ММА. Его просто рассыпали моментально. Прилетает второй тикей. Может отбиться ботом. Ему хватит на хукшот. Провожает Бракса, получает топорики. Вот эти глыхости куками толкнул. Ну, а что ты сделаешь под скрипами? Ничем. Поэтому, вроде, кетки... Мэйби, SVG, здесь в лесу зажал. И, собственно, здесь же его и убил. Да, что-то пошло не так. Сидазов в это время экспицы медле. Сейчас пятый уже будет. Сидазов все хорошо. Скоро получит вив. У Сайленсера, на самом деле, тоже пятый левел. Скоро глобал будет. В такие моменты уже можно будет своих ребят спасать. Эмбер Спирит битый. Эмбер Спирит, это вот... Ну, он еще на топе остался битым. Потом пошел там один пак, я так понимаю, в лесу зафармил. Его видят, пытается, Клокверк, я так понимаю, будет угадать... Ну, Клокверк на его-то стороне. Клокверку нечего угадывать. Уходит просто отсюда Эмбер Спирит. Мэйби, открывается на базе. Ну, ну что, ММА. Сапнет фамильяров, будет попроще. Медаль почти добрано уже. И тогда у какого-то Сайленсера могут быть большие проблемы, потому что если фамильяра его подцепит, будет очень-очень больно. Что Даззл? Даззл продолжает стоять в мидле. Почему Эмбер сюда не летит стп? А у него слота нет птп. Провезал смок, купил себе тпшечку. Промазал, на самом деле, только что РЛТК. Пытался выбрать по 14-37, не попал. Тут птичками его убивают, но дальше уже не пойдет. На них демэджа практически не осталось. Мэйби зато есть в смоке. Будут продолжаться. Здесь, на самом деле, 3 на 3. 14-37 битые, но больше, в принципе, никто. Одну птицу что-то пропустил. Мэмбай отдал ее. 100 монет, я не помню, кому именно досталось. Он и вторую сейчас отдает просто. Да, вторая достается бестмастеру. Бестмастер сейчас уже плотную к некрачам. А кулдаун-то на ульте еще 140 секунд. Птицы только недавно были вызваны. Это, на самом деле, провал. Да, так и есть. Что на топе? SF. Почти десятого уровня. Мека тоже скоро будет готова на Баклер. Уже хватает, по сути. Ну и у него все замечательно. Да, SF здесь себя чувствует очень хорошо. У него 92 крипа. Это топ-1 криптация по карте. По Нетворцам он также впереди. И 5200 имеет Нетворц SF. Следом за ним идет Темпларк из 4600. Но вот это SF, которого не гангали. Понятное дело, что он будет набирать. Причем очень неплохо. Особенно радует его выбор в плане Мекки. Они смогут пойти пораньше давить за счет Дабла. Ну, в прошлой игре SF тоже Мекку собрал. Но это ему не помогло. Он умирал-то много. Радианты струкшеры фортифированы. Ну, вот. Ну, здесь, конечно, у него все обстоит гораздо лучше. Дай Эмбер Спирит хорошо себя чувствует. Отстает. А Тридсу достаточно, ну, немного. Ротикей тоже наравне идет практически с Браксом. Хоть там Бракс, если не ошибаюсь, уже один фраг имеет. Да. Ракетка. 14-37 еле живой. У него 160 хп. Надо отсюда спасаться. Ну, и будет пуш. Конечно, это LGD. Они должны забирать этот Т1 без всяких проблем. Пару Кайлов от SF. Забирает крипов. Что, дазл подстиливать умудряется? Вышка еле живая. Фортификейшн нет. Поэтому задавить ее, скорее всего, не получится. Ротики почему-то находятся в медленном. Потому что здесь крипов много. Он хочет их подформить. Радианты урна, боталл, пока не играйшные истики. Плейтмейла добраться, и все будет великолепно. SF добирает вышку. Уже 900 на руках после Мекки. На тысячу практически обходят ларку по Нетворцу. Она, считай, ровно на тысячу обходят. Да, LGD здесь смотрится пока что сильнее. Ненамного. Преимущество у них очень небольшое. По экономике. Но оно есть, присутствует. Все-таки хорошо расставили линии. Хорошо отстояли. Не дали там алхимику сильно разойтись. Ну, в принципе, ему там ничего не светило. Мэйби отлично отстоял против Рицу. Наравне с ним идет. Вот. 1-2 по фрагам. 13 минут игры уже прошло. Игра гораздо спокойнее предыдущих. Но это и понятно. Она гораздо больше, как бы, весит. В сравнении. Так. Подходит тут сюда в смоках. Пошел. Поймали МСС. Будете продолжать. На нем уже куча минус армора. Пошел в глобал. Пытаются как-то засейвить. Ей сноубол. Вкатились. Панч. Пытаются уйти. Отличные чайцы. В итоге минус алхимик. ССС подставался. Пошли КЛИ по троим. Причем попадает. А Майя хоть в кого-нибудь бы всалить. Рассказ не я. Получается в итоге размен 1 в 1. Полетают травела здесь для мэйби. Еще под разом. Отдают декрачей. Просто так. Это очень странно на самом деле. Потому что это куча денег. Трицу. Пытается на себя кого-то вытащить. Не выходит. Мека будет через 35 секунд. Юзит трэп. Он здесь дазл с третьим вейвом. Будет сейчас выхиливать спокойно свою команду. Ну и пытаются лжи диток и добушить этот тавер. Все остаются здесь. У тавера еще 500 хп. Они будут его сейчас убивать. Тем более вернулся Ротике. Сейчас перезарядит ботл. Перезарядил ботл мэйби. Теперь уже он тоже будет иметь полный. Сайлор отхиливается урной. Ловят МСС. МСС подлетают фамильяры. Надо их садить. Садили. Бух сразу. Котроль отличный. Бухшот по браку. Закрывают его в коге. Есть первый койл. Можно дать второй. Брак загорает. Просто с моим варда. Отличный килл от мэйби. И можно просто отойти. Вышку в итоге забрали. Можно пойти забрать кого-то Рошана. Мэйби здесь не проконтролят. Да. Есть, если что, медалька у визажа. Поэтому Рошан уязвим. У мэйби тем временем есть трэвелайд. И сейчас сверху. Решил он вот таким вот фармом пойти. Билдом. У Шэдоу Финда имеется Огр Клаб. Правильным решением было бы здесь, конечно, собрать БКБ. На самом деле пока не ясно, что собирать. Там где-то темпларка просила по хп очень сильно. Пытается добить мэйби и просто догорает с флеймгварда. Это соло килл от мэйби. Причем у него в кармане только трэвелай, стики и боттл. Сейчас надо сделать как раз таки типал на базу. Попадает сейчас персиренс. На боттам и вышка тоже упадет. Преимущество уже порядка сейчас 6 или 7 тысяч будет для 16 минуты. Практически без разницы в киллах. Это очень-очень много. Там хорошо себя чувствуют коры. Мы видим, что Нетворс показывает, что, собственно, и в Сайлор, и мэйби на этой карте доминируют абсолютно графу собранного золота. И за ними, вот недалеко отставая, движется Клокверк. И только вот Ритсу может составить вот этой стройке конкуренцию. На Рошана заходит ЛГД. Да, ну Ритсу проблема в том, что фамильяры очень быстро сбивают рефракшн. И вообще тут тычек много. Да, и Флэймгард тоже горит. Да, поэтому он как-то незащищенно смотрится против всей этой движухи. Особенно всякие чиньсы, станы, хукшоты, батарейки. Тяжеловатый, мутиган, с особенно наличием меги ОСФ. Появляется руна дабл-дамеджа. ОСФ может ее забрать, но забирает ее Эмбер. Отправляется на топ, собирается подраться. Тут же Римнант запрыгивает на Бракса. Будут ли чиньсы? Есть чиньсы. Привязал по 200 тычки. Залетают, раскат от Визажа. Минус Бракса. Очередной фраг от ЛГД. 6-2 уже. И преимущество сейчас будет 7500. Ну теперь еще вот с таким преимуществом. С реализованными... С купленными артефактами на эти деньги. Плюс еще и с Рошаном. Стоит, я думаю, какой-нибудь еще Т-2 забрать уже. Там будут, будут. Они сейчас пойдут забирать с наличием Аегиса. Им стесняться тут особо нечего. Тем более скоро будет уже ботов Юрия. У Эмбер спирита. У него 1400 на руках. Бродсвордик деформит. И все. Ну а Катмаресов еще забирает кучу стаков. 3000 на руках. Покупает себе Блэкинг Бар. Вы вообще теперь не остановите, потому что он слишком толстый. Ну а Виза через... Уже сейчас покупаете, наверное, Солар Крест. Алхимик. Имеет только Угр Клаб. У Таска нет практически ничего, кроме Аркан. Бестмастер только вторые Некра на этой минуте. Ну и Темплар Асасин до сих пор не имеет еще... Вот-вот-вот только-только прилетел ей Дезолятор 300 сверху. Мы о Сайлансе линии говорим, потому что о мертвых либо хорошо, либо ничего. А у него 2200 на руках. 2200 не на руках, у него нетворс 2200. Если бы у него 2200 было на руках, он был бы неплох, кстати. Да, нетворс 2200, я оговорился. Ну что ж, Сайлор здесь пушит линию. Как я и сказал, LGD решили собраться разрушить Т2 на боте. Будут ли Клауда пытаться оказать им сопротивление, или же пойдут, собственно, в миде, к примеру, Т1 забрать? Не, им надо оказывать сопротивление. Не могут забрать, конечно, Т1 в миде, но при этом LGD пытаются, я думаю, сейчас уже и на хайграунд зайти. Они чувствуют своё преимущество, которое весьма неплохое, 7,5 кусков после падения этого тавора. Есть Мека, есть Блэкинг Бары, есть Аегис у Эмбер Спирита, и он почему-то до сих пор не убил все. Эпчик, Клинсе, по Браксу. Ну, там не хватает, конечно, пару копеек. Надо забрать как-то Сайлансер. Сайлансер не хочет нажимать глобал, потому что пока... Мэйби, немножко глубоко зашёл, Сайланс, но у него ещё есть Аегис. Много, на самом деле, дэмэджа впитывает Мэйби. В это время команда просто пьёт тавор, Грейв на него есть, он просто отходит, и вот сейчас отлечит. И в итоге он выживает. Аегис он не дропнул, глобал был потрачен на его убийство, а убийство так и не состоялось. Мэйби сейчас отлечится, вернётся на Ремнанта, и LGD зайдут снова. Крика нет, у Бисмастера глобала нет. То есть, ой, как хорошо выглядит эта ситуация для LGD. Да, Даза будет нон-стоп выхиливать. Странно то, что Мэйби не дали самоботовки, и кукшот, твои плохо, коги пошли. Залетают там фамильяры, они просто сейчас сядут в коги или нет, этого не нужно. Писты. Не пострадал фамильяров, на самом деле, ММВА. Это ошибка, там, это было, дало достаточно Сайлору времени, чтобы просто элементарно убить тех двух запертых людей. Сайленсер умер и тут же байбэкнулся. Команда LGD практически снова вся фуловая, и они готовы заходить ещё раз. До меки, до отката меки 15 секунд, Мэйби может умереть здесь. Нет, нет. Чуть-чуть буквально осталось. Алхимия тем временем взрывается. Турны здесь не мотает, есть один заряд, но почему-то не хочет в артики накидать. Решают таки отойти. Затяжная такая осада, всего один фраг в итоге, и расходятся команды. Да, ну что, Мэйби, Мэйби, Мэйби летит к нему БФ. Укрепился сейчас немного по атаке, становится какое-то число интересное, с которым он сможет тыкать сайленсеров, всяких алхимиков. Алхимик три армора, купился Сэнш. Выбор хороший, укрепляется по здоровью. Ну вот он, БФ прилетает. Кроме всего остального, мы знаем, что Клаудау, там много милищников. Команда держится вместе, тесно. Соответственно, Мэйби не только по атаке, укрепился, он очень-очень-очень укрепился по демиджу, которую он наносит от слейтов, от фистов. Медаль появляется у Алхимика, продолжает. Пытаться пробустить задумку по минус армору, потому что Дизолятор уже есть, Мэлт четвертого уровня, еще медалька и Сид Спрей, и вроде как можно кого-то зафокусить. Ну, тот же Эмбер Спирит сейчас весьма уязвим, потому что у него только 9 армора. Ничего, не боится, потому что у него Аегис. В спину выходит Сайлор. Ну, на самом деле здесь они спалились, будут пытаться хоть как-то с двух сторон запереть здесь ребят. Ритсу находит, делает ТП-аут, должен быть... Не, не, чиньцы уже были потрачены, поэтому ТП-аут сбить нечем. Аегис закончился, поэтому Эмбер Спирит становится фулловым. Гем покупает Визаж. Теперь у Темпларки чуть больше проблем, она не может файти там, за счет молота как-то подсейвиться и так далее. Третий некратным временем купил Бракс. Достаточно поздно, по сравнению с прошлой игрой. Мэйби, конечно же, теперь по фарму разгоняется гораздо сильнее. Его тут ловят, будет стан. Успевает. Он очень долго МСС думал, и пока, собственно, вместо того, чтобы дать стан прямо отсюда, по Мэйби, он дал ему время уйти, спалившись на Вижне. Ну и пуш Т2. Пу Т2 начинается. СФ с Яшей, 800 на руках. Сколько есть Блокинг Барон? 10 секунд, его еще пока не тыкали. Если на ботами не получилось на хайграунд зайти, то и сейчас, наверное, не выйдет. Солар, Крест, Гемм, да, все прилетает. Но они решают не терять времени, просто расходятся фармить. Им лучше пропушить 7 мидлета Т2, если видеть то, что враг не дефает через два вышки, значит враг драться не хочет. Преимущество застопорилось на 7500, сейчас он будет порядка 8, когда обновится за вышку. Дазл, Брейсер, Клок. Ну, пытается набрать немного ПХП, чтобы не зафокусили моментально, чтобы он успел кинуть какие-то косты, может быть, даже Грейк на себя вив, пару подхилов и так далее. Ротик Кейн находится сейчас МСС, видит. Ракетка. Глобал, чтобы сделать тапаут. А его здесь на самом деле запрос с двух сторон, но да, глобал и просто тапаут. Потраченный глобал. Сейчас должны просто ломиться в мидл, моментально знать то, что у Сайлентера нет тиммейт, который может испортить жизнь Дазлу и Эмберспириту. До сих пор у Эмбера же нет никаких, поэтому, чтобы заивейдить как-то... Эмбер улетел наверх в инвизе, будет ловить здесь Бракса. Чайны по-двоим. Ему ничего не могут сделать, он просто убивает так, вкатились, станут. Перебаковал немного, он думал, что здесь два врага, оказалось, три врага. Некротин уносит просто тонну демеджа, если что. Есть хукшот, по СВГ, фамильяры. На самом деле, двоих он бы там убил. Ему помешал таск. Ну, двоих там, может быть, и убивал бы. Ещё и Ритсу догнал Дазла в меде. Чё-то LGD подфидонили только что. Да, что у Ротики. 1600. Будет ли он собирать Аганим? Я просто смотрю, то, что Ротики на Клаке очень часто забивает на такой айтем, как Аганим. Собирает много всего, но... Фамильяры. Так, в Бракса попадает ракетой. Фамильяры летят дальше. Пока что так и нет. Они просто Вижен дают, чтобы ещё ракетка откатилась через 10 секунд. Тэп-аут у него 10 секунд нет. Но Трапа ловит Ритсу, убивает Ротики, и вот, собственно, да... почти 12 тысяч на руках. Среднее значение между Мэйби и Сайлором. МСС. Солодокрест Санж. Есть ли у него что-то ещё в куре? Для SVG летит Даггер. 1437 пока что беден, беден, беден. Все саппорты бедны, то есть Дазл ты недалеко от него ушёл, он такой же бегает. Бедолага, правда, у него брейсер хоть какой-то есть, он там минимально защищён от ваншота. Ну, у Виза же чуть-чуть из саппортов больше денег, всё-таки имеется достаточно много полезных вещей. Так, на руне здесь МСС. Пытался в Сайлора вкинуть стан, не получилось, Сайлор прожимает БКБ, и, собственно, на этом всё заканчивается. 10-секундное БКБ это большой бонус, 1437, делает тэп-аут, Мэйби не подозревает об этом, также улетает отсюда и Алхимик, на топе Темпларка продолжает сплит-пушить, это очень неплохо для неё. И вот так и делает тоже тэп-аут отсюда, как SVG, 4 тэп-аута просто скастовали сейчас. Пятый из Клауд-9 разлетелись на базу. Ну и по экономике немножко отыгрались парни из Клаудов. Было почти 8000, сейчас там в районе 6-ти с копейками, по XP тоже преимущество не то, чтобы сильно большое, в районе 4000 на этой минуте это уже около 10%. Глобал, Манта Стайла нет, и Мэйби может здесь и погибнуть, будет ли ещё тычка, есть Ремнант, Чин Сайми привязал, чтобы подраться ещё хотят, но я думаю, что не стоит залетать сюда, ракетка, да, Рицу просветили, но рядом ещё какой-то помощи нет, Мэйки нет, и ждать ещё одной тычки из Молда Эмбер Спирит не захотел, поэтому уходит отсюда. Собирает он Яшу, понятное дело, что это будет выход в Манта Стайл, для того, чтобы скидывать Глобал и выйти в какие-то Молды и прочую гадость, но до Манта Стайла ещё порядочно. Проблема в том, что вот очередной Глобал потратили Клауда либо для сейва, либо попытки Ганга, которая не удалась. Мы помним, что прошлый Глобал давался для того, чтобы Алхимик ушёл, этот Глобал давался для того, чтобы Мэйби убить, Мэйби не умер. Мэйби нашёл Рицу, начинает с ним драться, подходит Ротикей, цепляет его и просто он должен здесь сгореть. Да, он сгорает от плейм-гварда, быстро ему сбили рефракшн, подходит сюда Туск, Шарды, может быть, даже будет Сноубол в Ротикей, запрыгнул, есть Панч, а помощь какая-то будет, потому что Форстав есть у Ротикей, он, скорее всего, всё равно уйдёт, да, бегут сюда, пора уже прожимать. Форстав ждал, когда провязывают на неё Шарды, в итоге уходит отсюда Ротикей, тэпаута у него с собой нет, поэтому придётся пешочком. Появился очередной Рошан, Визердж там, рядом, да, Солофест, рядом, поэтому можно его сбривать. Блин, появился у Бракса, после Третьих Некров, наконец-то. Ну, а здесь Сайлор и компания уже по нижней линии заходят снова на тот недобитый Тавер. Ну, да, SF прожимает Монта Стайл, пытается развести на Байбэк Темпларку, ну, вышку-то они заберут 100%, да, нападает в Фамильяры, какой-то Браку, бить или никакой, никакой не будут бить, таки просто отсюда отойдут. Почему не стали забирать Рошана, не ясно, пока Темпларки не было, это фри Рошбоу, явно драться бы никто не стал без неё. Очень хотят мэйби выформить Монта Стайл. Ну, и мы на самом деле только рецепт остался, кстати, он вернулся, теперь они снова здесь, вся команда, на Эротикея накричали, куча дэмэджа, Эротикея умирает очень быстро, ещё и Девард сделали некричами. Ну, да, вот сейчас чекают наличие Рошана, теншентов, SF начинает руки колотить, должен подходить сюда и Эмбер, Р2-200. на Рошана заходят Клауда в смоке. Там Риманант стоит, должны прекрасно видеть всё это дело, ломают Вард, знают, что фармят Рошана, есть сюда смещение, ТП-2 от Клока, пошёл Глобал, Сайлор прожимает Локин Бар, Рошан упал, Темпларк отбирает, Сайлор скастовал ультимейт, от толку, да все уже разбежались, МСС сейчас взорвётся, взрывается МСС, должны его здесь добивать, подходит блок, да, минус есть, уцепляет ещё 14-37-го, а укает его коками, хотя зря работали батарейки, я думаю, разобрался и Ритсу два раза, здесь погибнет, пока под сейв сноуболом, катится в ММА, да, Рошан того не стоил. Рошан однозначно этого не стоил, если учитывать ещё и дропа Эггиса, то это 4 фрага только что сделали ЛГД в размене на один байбэк, собственно, на РОТК, который байбэкнулся, сразу влететь не мог, а так бы мог бы ещё и застилить снова Аэгис. Ну, что же, ЛГД готовы, у всех, у клаудов есть байбэки, но ЛГД от этого как бы не останавливается, они хотят зайти и, по крайней мере, на эти байбэки развести, а может быть, ещё и забрать лишний баран. Ну, они заберут, потому что фортификация нет, стыкают очень быстро, ничего не боится здесь Мэйби, Мэйби уже летит Манта Стайл, поэтому от следующего клаудова Сайланса он защищён. Единственное, что спасает сейчас команду Клауд Найн, это наличие Т2 в Медлен, которые, я думаю, сейчас и пойдут, ЛГД, и без проблем его заберут. Визадж имеет поинт-бустер тысячу сверху, скоро будут три фамильяра. Мэсэ собрал Сэнджин Яшу, немножко укрепился в статах, но по-прежнему, соответственно, его вот мы почти не видим, да, он имеет там 10 700 нетворса, но при этом он в драках делает очень мало, сам взрывается, толком ничего не наносит, от него польза это только ровно его эсид спрей, под которым там темпларка пытается кого-то убивать. Ну, что будут дальше, это типа пока колотят, Манта Стайл пошел, есть Вижен по хайграунду, Возможно, чувствует, что сильнее, но тут еще момент такой, у Сайлора 4200 на руках, я бы на их месте просто отошел, они заработали только что прилично денег, почему бы не пойти и их не потратить. У Дазла 1000, у ММВа там 1400, у Шэдоу Финда, как я сказал, 4200, только что купил себе поинт-бустер Клокверк, соответственно, уже достаточно скоро будет и Аганим, ему там до него осталось чуть больше 1000, и у ММВа 1600 уже сверху после Манты. Да, но я не знаю, что он будет собирать на самом деле, может быть, это будет сразу дэмэдж какой-то, то есть Дэйдаус в теории может собрать и Блэкинг Бар. Но тогда зачем было собирать Манту? Ну, Манта как бы много позволяет заивейдить, скинуть, например, армор с Малда и так далее, то есть у него есть свои задачи определенные, скидывать Глобал, а БКБ не знаю, от станов Алхимика. Панч есть, тут Рор есть, поэтому БКБ, наверное, здесь не нужно, лучше все-таки идти в какой-то дэмэдж, надеяться, можно Искаде собрать. Можно Искаде собрать, учитывая, насколько он все-таки мягкотелый этот герой. Казалось бы, у него нетворст 15 тысяч плюс, а при этом там всего полторы тысячи хп. Да, но ИСФ 1700. Тоже немногим больше, за счет, правда, мекки, дазла и так далее, разгоняется намного больше, если не ваншотнуть. Ну, да. Шитов Финн решает пойти в Баттерфляй, я так понимаю? Наверняка, я не знаю, что он такой Моглосон купил, да, но у него уже есть почти весь Баттерфляй, ему стап остается купить. Там в Сайдшорке, скорее всего, купит просто. Ему там надо Куру подержать чуть-чуть, ему там не хватает каких-то одной волны крипов и будет у него этот Баттерфляй. Ну, чуть-чуть больше ему не хватило. Эйншентов может пойти убить, тогда однозначно будет. Пенап Ботом, Срик-Наг бы играет Эмбер, вот решил отменить, да, его подцепили, в итоге на топе, минус Мэйби. Очень агрессивно играет Мэйби, находиться под Т3 врага, зная то, что у Бестмастера есть Даггер и Рор, это опрометчиво, как по мне. Ну и вот решил пофармить, в итоге фарм закончился тем, что его забирают и минуту ему сидеть в таверне, эту минуту команда ничего не может делать, ну, разве что поймать какой-то вот соло-таргет на ботоме а-ля Алхимик, но его тоже трудно забирать, потому что нажимая ультимейт, пусть и второго уровня, регенится он все равно очень быстро. Смотри, уверенно себя чувствует ЛЖД, Сайлор не стесняясь идет по линии, он понимает, что до Крика еще чуть-чуть времени есть, соответственно, его там сквозь БКБ ничем особо заткнуть не смогут. Там всегда есть, абсолютно всегда есть Даггер у Туско, то есть это панч, это прыжок, пару тычек с молда и ты все равно умрешь, то есть крик это не самое страшное, также можно Эмбер спирита с помощью панча спонуть, потом нажать жорор и все. Что у Эмбера еще есть какой-то мгновенный эскейп, который на секунду хотя бы вышел и нажал, то у СФ такого не имеется. Ну что ж, Эмбер снова уже вернулся в игру, на топе он отпушивает линию, которую до этого толкал здесь Бракс со своими кабанами. Четыре остальных героя находятся в миде. Если у какой-нибудь Ремнант здесь поближе к своим тиммейтам нет, вроде бы нету у Мэйби. У нее у нее утром ловись 20 секунд он прилетит, но у нее задача сейчас топ подпушить, они хотят все лейны прижать, чтобы нигде не было угрозы от сплитпуша по отнайне. Брак стоит на топе, у нее есть с собой ТП, если что, он прилетит, побаивается немного, мэйби, правильный делает, чинь сами проверяет сейчас фистами, да, фистами, извиняюсь, наличие где-то рядом врагов. Сигналит тут Ротикей кого-то увидел, 2800 кстати, скоро аганим. Да, совсем скоро будет аганим, у Сайлора уже после баттерфляя 1600 сверху, поговорим о этом Cloud9 на секунду, они тоже медленно, но появляются, посмотри на Сайленсера, просто набор артефактов, у него эта перчатка уже пол игры, теперь он решил, что к черту перчатку или там ПТ-да собирать, я соберу форстав, это понятно, у команды противника Клокверк это полезно, МСС имеет 3200 на руках после собранного Санжиньяши, Рицу 200 Кристаллис, Бесмастер Владимир купил, вместо Травелов себе, следующим айтемом таким образом укрепил себя и команду, ну и Таск Брингдаггер форстав. Да, набор неплохой, особенно у Таска, очень быстро может заискейпится, если куда-то он туда въехал на столболе. Буду ждать следующего Рошана, до него не так долго, вот он, форстав, уже готов у Сайленсера, я думаю, потом он доберет свое ПТ. Конечно, Мидас хотел, но Мидас не получился. Дазл Глиммер 1800, у Дазл здесь очень толстый получается, если он успеет себя спрятать. Глиммер, главный чем-то глобал пережить, в том Глиммере, наверное, а дальше у него все должно быть хорошо. Аганим теперь появляется у Ротики, а Мэйби решает собрать скади. И два орба у него в принципе при желании уже есть. Да, два орба есть, остается самая малость, но сейчас появится Рошана, ему придется Ботт, наверное, дропнуть Телях, Вилу, оставляет ремнант на Рошане, Визидж в это время деформил себя Аганим на чужих Эншантах, а сейчас будет три фамияра. Ну и знаешь, хорошо выглядит ЛГД, прекрасно понимает, что ему тоже надо чем-то переживать глобал Сайленс, крики и так далее, поэтому статов чуть-чуть ему однозначно не помешает набрать, а кроме него есть еще в команде Сайлар, который собрался больше вот в демедж, потому что у него есть как бы и БКБ вроде и на деф артефакты, но есть Бетерфляй, благодаря которому он очень сильно будет наваливать с руки. Сайл, да, ну такой валящий с руки нормально, у него 3600, сейчас Дейдаус купить или МКБ-ху, наверное МКБ-ху, наверное МКБ-ху, хотя здесь у воротов кроме Солар Креста у Алхимика нет, и в Дейдаус какой-то пойти, тем более Эмберспирит решил Дейдаус не собирать, блядь, здесь что-то крипов не добивает, где прошу Шанечка, скоро появится. 3000 на руках у Мэйби, до Скадия осталось совсем чуть-чуть. По графикам смотрим, что LGD вот с того момента как закрепились на 7-8 тысячах, долго топтались на этой позиции, но потом доминируя таверами, киллами, только две смерти Клок и Мэйби омрачают немножко их ситуацию, а в основном они уверенно переигрывают клаудов и имеют уже 14 тысяч голды преимущества и 12 тысяч по экспе. 14 тысяч это очень хорошо для 38 минуты, особенно если они сейчас заберут еще Рошана и закрепят своего топ Нетворсера это СФ Аегисом и пойдут толкать под сейф СФ там есть там есть Глимвер, там есть у Визиджа Солар Крест, он может стоять на хайграунде и нормально наваливать, особенно если на него еще и накинут вейв, надеяться на то, что его мгновенно убьют, не получится, там есть игры всегда и единственная проблема это наличие глобала, заявить как-то глобал, развести и вот после глобала спокойно заходишь, ничего не боишься. Кстати, смотри, ROTK берет Аегис, решили не отдавать ни Мэйби, ни Сайлору, хотя, к примеру, у Мэйби есть слот вместо Ботла, у Сайлора вот он сыр взял, соответственно, возможно, мисклик элементарно получился, или как ты думаешь? Это задуманно, я думаю, что вряд ли здесь какой-то мисклик может быть, когда ну, не было ничего страшного, никто не нагнетал обстановку, никто не щемил и так далее, в итоге просто стоят, вив на себя, как я и говорил, Манта Стайл вам скидывает Солар Крест и начинает бить милишный барак. попытка ворваться от ROTK, не попадает он хуком, но ничего, у него есть Аганим, скоро уже снова будет готов. Эмбер, Чинь Сэй, Фисты, пролетелся, очень больно, Скади уже готова, добьют сейчас милишный барак, пытается МСС расставаться, в итоге, я так понимаю, что он взорвется, заканчивается фортификейшн, как же больно, ворвался таким, фортификейшн, фортификейшн просто упрыгнул, в итоге БКБ прожала Темпл Рассассин, глобал никто не нажал, закончится сейчас рейнджовый барак, можно будет смещаться, а куда уже смещаться, остается только топ, топ и все, это будут мега-крепы. Ротикей все это время танковал лицом, то есть единственный, кто вообще протеял по ХП, это был он, у него есть Аеги, соответственно, он не боится, Сайлар там тоже, так, рейп, Ротикей, зафиксировал, Форстафом, ну и высокий взорвался, здесь МСС пытается уйти, за ним Фамильяры, он под Солар Крестом, Ритсу уже потерял все заряды рефракшна, перезарядил, снова Фамильяры все это дело сбивают, садились в Лех Фамильяров, живет все еще здесь, Ротикей, он еще не дропнул даже Аегис, добьется ему здесь, скорее всего, Кабан, да, это дроп Аегис, но это мега-крепы, есть байпэки от Бессмастера и Мпларки, но уже поздно, уже слишком поздно что-либо тут делать, СВГ, Катилсер, в ММА, пошел в Банч, Фамильяры, в нем крызаются, рассказ о пейзажах, очень боль, здесь СВГ, есть шарды, ну и улетает отсюда просто, пизаж, мэйби, будут личинцы, подходят, пролетел с пистами, МСС, МСС погибает, байпэк у него имеется, можно его делать, но я думаю, что проще написать ГГ, потому что мега-крепы, в такой ситуации, уже не депаются, мэйби, Свера уже нет, игра уже завершена, Клауда видно, уже что-то просто обсуждали между собой, чисто из-за этого, знаешь, перепалки не усыпели написать ГГ, теперь же это уже, собственно, прозвучало, СВГ, 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 эту фразу написал, таким образом, подводится итог в этом противостоянии, Best of 3, Cloud9, LGD в группе C, группового этапа Frankfurt Major, 2015, 2-1, выигрывает LGD, да, но я ставил на 2-0, но мы видим, то, что вторую катку, это уже,